Проблемы беженцев обсуждались на всемирном гуманитарном саммите в Стамбуле. По данным международных экспертов, в результате пятилетней войны в Сирии 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище за рубежом. Сейчас положение беженцев крайне тяжелое. Этот саммит, организованный впервые за 70-летнюю историю ООН, посвящен общечеловеческим ценностям. Подробнее в следующем сюжете. Местом проведения первого гуманитарного саммита выбрали Стамбул. Сейчас Турция возглавляет список стран, приютивших наибольшее число беженцев. Только из одной Сирии здесь более двух миллионов человек. Многие из них покинули свои дома в стремлении обезопасить себя и своих близких. На всемирном гуманитарном саммите с высокой трибуны прозвучала идея необходимости борьбы не с последствиями, а с причинами этой проблемы. Мы должны защищать международное гуманитарное право. Мы видим, как отсутствие должного, уважительного отношения к нему наносит огромный урон всему миру. Гражданское общество не защищено, а больницы и школы подвигаются нападениям. Можно привести ряд примеров, когда игнорируется Женевская конвенция и международное гуманитарное право. Поэтому мы призываем строго соблюдать установленные правила. Один из основных вопросов, который широко обсуждался на саммите, это система образования. По данным Ближневосточного агентства ООН, за последние пять лет в результате вооруженных конфликтов 70% школ в Сирии были закрыты. В Турции же около 200 тысяч детей-беженцев так и не смогли пойти в школу. Для решения этого вопроса на саммите предложили принять комплексную программу оказания гуманитарной помощи. В настоящее время в Турции проживает 3 миллиона беженцев. Учитывая, что 600 тысяч из них – это молодежь, мы обязаны дать им образование. Однако в приграничных регионах ощущается нехватка образовательных учреждений. Наша организация открыла две школы в провинции Хаттай. Но этого явно недостаточно. Поэтому мы не скрываем, что остро нуждаемся в гуманитарной помощи. Международное сообщество обеспокоено увеличением числа людей, пострадавших в результате вооруженных конфликтов и техногенных катастроф. В настоящее время количество нуждающихся достигло 130 миллионов. Генеральный секретарь ООН Пан Гимун призвал лидеров всех стран к участию в оказании гуманитарной помощи. По итогам саммита планируется принятие Стамбульской декларации. Мадина Алданова, Ержан Джунис, Седат Денли, Турция.